Министерство здравоохранения и социального развития не прогнозирует большого наплыва рабочей силы в Казахстан и стран-членов Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций заместитель главы этого министерства Светлана Жакупова. Тема брифинга ЕАЭС – перспективы и новые возможности. Напомним, с 1 января 2015 года вступил в силу договор о Евразийском экономическом союзе, который создаст условия для свободного передвижения услуг, товаров, а также рабочей силы государств-членов союза. Теперь с 1 января текущего года срок пребывания трудящегося и его семьи определяется сроком действия трудового договора. Договор освобождает от регистрации в течение 30 суток с даты въезда на территорию государства въезда. Особое значение в договоре было уделено пенсионному обеспечению. Пенсионные отчисления работников ЕАЭС будут переведены в страну проживания по достижению пенсионного возраста. То есть трудовые мигранты из стран-партнеров по Союзу также будут отчислять 10% от своего дохода в единый накопительный пенсионный фонд. Соответственно, выплаты они могут получить только по достижению пенсионного возраста в государстве проживания. Казахстанцы, работающие в странах ЕАЭС, также подпадают в эту норму. Если трудовой мигрант, скажем, в возрасте 20 лет несколько раз будет пересекать нашу границу и на территории осуществлять трудовую деятельность, то при выезде, скажем, из страны ему пенсионные накопления не будут перечисляться. Они будут аккумулироваться в едином накопительном пенсионном фонде и экспортироваться будут только при обращении компетентного уполномоченного органа государства проживания, при достижении данным трудовым мигрантам пенсионного возраста. Только в этом случае. По словам вице-министра, раньше в Казахстане иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность, не имели права на социальное обеспечение. Теперь трудовым мигрантам будет обеспечиваться социальное страхование, а именно по рискам материнства, рождение ребенка, страхование нечастных случаев на производстве при исполнении трудовых служебных обязанностей и медицинское страхование. Но создавая благоприятные условия для мигрантов, у многих возникает вопрос в части защиты национального рынка от притока иностранной рабочей силы. Поэтому в договоре четко определены ограничения, где не будут приниматься иностранцы. В целях национальной безопасности и если в отдельных законодательных актах государств-членов определены ограничения в отраслях экономики, то, соответственно, именно в этих отраслях и не будет приниматься иностранная рабочая сила. В рамках дорожной карты занятости нужно отметить, что иностранцы, трудовые мигранты уже не будут участвовать. Это определенно. Есть ограничения у нас и на государственной службе. По данным Минздравсоцразвития, в 2014 году в Казахстане работали почти 30 тысяч иностранцев, хотя квота на привлечение иностранной рабочей силы была определена на уровне 63 тысяч человек. По прогнозу Министерства, в этом году уровень наплыва рабочей силы в Казахстане и стран ЕАЭС останется в тех же пределах.